МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вау! Мы встречаем осень! Школьники, школьнички, трепещите! С первым сентября вас М1 стартап-шоу поздравляет и будем для вас сейчас вещать. Тот же стартап-шоу начинается! И вас витаем! И сегодня мы будем спілкуваться про овершереры. Умный мотоциклетный шлем собирает 1 миллион за первые 2 дня на Кикстартере. Чебув Шевченко хипстером. Про это будем спілкуваться и с Евгеном Васильевым с основником проекта Шевченко Укрліб. И можете подключаться к нашей викторине. И для тех, кто будет внимательно слушать в конце программы, он получает множество призов. У нас два победителя, а всего один легкий вопрос. А прямо сейчас факты, которые нужно гордать, потому что сейчас будет интересный календарь, который будет рассматривать, что происходит 1 сентября. Я сейчас чувствую себя учительницей. Подхожу к воображаемой доске и томно говорю. В 1887 году Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки. Вот так. О, это моё свято. Звучит только скрэншити. В 1951 году в Лондоне открылся первый в свете супермаркет. 1996 год. И здесь он для нас всех знаменательный, потому что именно в этом году возникает наша купюра, любимая гривнушка. День народа! Гривни! Хэппи-безды! Я так понимаю, что действительно у нас все сегодня связано с 1 сентября, именно с учением. И как раз первая история будет связана и с стартапом, и вчителем, который смог заработать миллионы на своем облинеходе. Имя его Джордж Сеффорд Паркер. Именно он работал учительом в школе и подрабатывал, продавая канцелярские товары по вечеру. И на тот час, когда он там продавал, ему говорят, слушай, ну почему они постоянно там ломаются? Давай або же наступную партию, або же отдают ему и говорят, а ну давай ремонтуй. И в расстате он начинает работать над ними и полепшивать их, тюнинговать. И действительно вынашивал на длительный период времени идею над совершенной перьевой ручкой и додумался до того, что изобрел систему специальной подачи чернил для того, чтобы они быстро не высыхали и не вытекали. Еще новаторство заключалось в том, что никто до него не додумывался сделать эти перья золотые, например, серебряные. И тут же он придумывает фирменные чернила, и они отличаются действительно от других, потому что не оставляют следов. Ну а потом взагалей выбух мозг, и не выгадую рекламный эффект, фичу, яка також стала одной из главных в его карьере. Итак, в рекламке изображается рука, которая пишет ручкой Паркер определенную какую-то формулу на листике бумаги. Юмористическое представление алкогольного коктейля было вложено в эту формулу, а именно три с половиной части джейна и половина части вермута с четырьмя кубиками льда и взболтанные тремя движениями. Блин, как все просто и легко. Слушай, это вчера еще и жертвы, я так понимаю. Нам бы таких как раз беля дожки бачить частейше. Ну, доброе, зараз мы будем бачить беля дожки наших зверов, яких будем тренувати. Да, вот сейчас двойку получит тот, кто не ответит на вопрос, что такое овершерер. Чё, Данек, на стил? Овершерер. Овершера? Овершер. Я не знаю, где выйти слова. Овершеры. У меня есть два варианта. Ну, овер – это что-то слишком. Типа овер – это больше. Это просто ноты, которые не берет шер. Шер – это, наверное, поиск, а овер… Слишком что-то дорогое, слишком что-то, ну, недоступное. Это какая-то непорядочная женщина, которая, знаете, трусики из попы достает на людях вот так вот, в носу ковыряется. Может, это типа Светлана Лобода, типа супервысокий человек какой-то, такой вот худой, красивый. Желанная, необходимая. Я думаю, может, это поисковик, гороскоп астрологических прогнозов. Это какая-то вермишель. Ну, мне так кажется, вот всё. Садитесь, всем два балла. Овершерер – это человек, которым, кстати, и является множество звёздных людей и артистов. Это люди, которые очень часто пишут в соцсетях такую достаточно личную информацию, ведут в блоге активно, выставляют в Инстаграм всякие свои личные фотографии и спамят. Заната богато себе публикуется в соцмережек. Ты весь уважен наш эфир. Следкую за эти трендами, дизнавайся секреты успешных людей и отримуй подарунки. Дильки у стартап-шоу, с кафе Траводому. Зараз у нас наступный потерянок в виде, ну, можно сказать, новинки. Справа в том, что, если вы захопляетесь мотиками, так, то есть мотоспортом и так и иншим, то сейчас разработали шоу, которое, благодаря специальным дзеркалам, может показывать вам на передней панели свои, что происходит у вас за вами. А, соответственно, еще и специальный дисплей с удобным расположением перед глазом, для того, чтобы можно было все это видеться зреть. А мне еще и все подобается. Цитую. Обладнанный, безопасный бизор, который не запитняет на тумане, защищает от солнечных отблесков. До этого еще специальное там табло, которое позволяет и принимать звонок, и общаться, взагаля, не доторгаясь до своего смарт-гаджета. Хотя, знаете, что меня лякает? Что эти вещи как раз будут отвлекать вас от дороги, и раптом что-то станет. Поэтому лучше все-таки под час езды не разговаривать. Ну, а еще до этого гаджета... Обычная версия предлагается за 1399 долларов, а версия, которая с международной доставкой в мае 2015 года, будет стоить 1599 долларов. Бывайте в браузере с калей IR1, и можете знать и подвести еще больше информации про эту речь. У нас совсем вскоре должно быть... Салат на Марсе! Да! Филата Винесари Мишель Геллар! И також по дороге... Былый Шевченко хипстером! Давайте разберемся, в конце концов. Так, проце Павлова с Евгеном Васильевым за основным компроектом Шевченко Укрлип. Вы же соглашаетесь с нами, правда? Да! Вы соглашаетесь с нами, что... Правда же? Учитесь с нами и получите подарки!